Привет из Беларуси! Мы с вами обрезали бигонию две недели назад. Она, конечно, уже давно заснула. Поэтому будем рассматривать клубни. Ну а для этого надо заняться грязным делом. Будем смотреть, что там у нас наросло. Так, это моя старая бигония. Ей уже года, наверное, четыре. В общем, она у меня уже высаживалась крупным клубнем. Надеюсь, найду тоже крупный. Корни, видите, какие еще белые. Почему достаю из горшка? В принципе, в таком виде бигония может и зимовать. Но у меня их много. И я хочу их сложить все в одну какую-нибудь посуду и засыпать грунтом, чтобы они занимали меньше места. Вот так прямо отрываю. Тут что-то оторвалось мелкое такое. Немножко подсушу ее. Но бигония сухая. Вот чувствуется даже по руке, что она как раз в хорошей форме. То есть я не поливала эту бигонию три недели до обрезки. Она у меня стала уже, вы видели, подведать. Листья стали желтеть. Но смотрите, и две недели уже стоит, тоже не полито. Смотрите, какая еще почва. Если там была практически сухая, то здесь довольно влажная. Ну, а вот это бигония первого года. Хочу обратить ваше внимание. Вот их иногда еще, да, сеемцы называют. То есть это этого года посева. Бигония ампельная. Сорт Sundancer. Выращенный из семян. Посев от 25 ноября. Ну, вот такой клубень. Он хоть и плоский, но довольно большой. Вот для первого года. И, в принципе, спокойно может перезимовать засыпанный грунтом. Вот я буду их складывать вместе. Давайте рассмотрим еще один. Тоже молодой. Значит, саженец. Сеянец, лучше сказать. Первого года. Этот не такой крупный. Но хочу сказать, что, в принципе, клубень неплохой тоже. Вот такую клубень уже диаметром, наверное, сантиметра 3. Может уже самостоятельно перезимовать, не пересохнув. То есть семенные бегонии уже первого года жизни могут образовывать достаточно неплохие клубни. Ну, это у меня не Sundancer. Это тоже ампельная бегония. Иллюминейшн. Тоже семенная посев 25 ноября. Ну, интересно посмотреть, что же там образовалось, где объем был 1 литр. Это у нас тоже бегония антельная. Sundancer. Тут, конечно, будет поменьше клубень. Ну, хочу сказать, что он не такой и маленький. Но, конечно, размер. Размер поменьше. Ну, такой вот клубень. То есть чем больше питания получает наша бегония, тем больше клубень она образовывает. Чувствуя, что есть куда развиваться, бегония и развивается. И своей верхней частью, и нижней. А вот смотрите, какой малышик. Возможно, вот такой малыш и не перезимует сам по себе. Выкопанный, да. А то с оторванными корнями. Вот как я чищу. Тут повредила немножко. Вот. Очень нежная у него получается оболочка. Вот поэтому я такие бегонии в литровых горшках оставляю зимовать так, как есть. Ну, теперь начнем укладывание наших клубней. В один горшок. Я взяла просто покупной грунт. Он, конечно, у меня не влажный. Вы видите, да, что он вот рассыпается. То есть, естественно, такой влажности вот из пакета, да, не из верхнего слоя, а там, где я повлажнее. И больше я пока увлажнять не буду. Вы видели, что пять недель прошло, и грунт еще был достаточно влажный. Сейчас, так, где-то ж я их потеряла. Так, засыпала, наверное, малышей своих. Вот. Сначала мелкие положим сюда клубни. Самые мелкие. Вот. Почему такой вот большой беру горшок? Ну, чтобы они не лежали друг к другу. Вот. Еще один слой насыплю сюда. Чтобы не соприкасались просто. И уложим другие клубни тоже. И опять засыплем. Задача наша поддерживать вот такую умеренную влажность в горшке. Даже если верхний слой грунта у нас подсохнет, и немножко даже если подсохнут верхние клубни большие, то в этом не будет ничего страшного. А вот в нижних слоях горшка влажность сохраняться будет дольше. То есть мы не поливаем полностью. Наша задача, чтобы вот такой уровень влажности просто сохранился. Для этого достаточно будет слегка смачивать вот 2-3 сантиметра верхних грунта. А остальная влажность за счет этого будет сохраняться. И делать это надо в зависимости от того, как в вашем помещении идет просушка этого грунта. Потому что точно вам никто не скажет. Там поливать раз в 2 недели, в 3 недели, в 4 недели. Все зависит от того, где вы храните свои бегонии. О том, где их можно хранить, мы с вами говорили в прошлом видео. Где хранить бегонию? Это тоже вопрос, который я знаю, что многих тревожит. Хранят по-разному. У меня есть холодная комната, темная, где нет отопления. Но она не промерзающая в доме. И я там храню. Там они отлично у меня зимуют. Кто-то хранит в погребе. Кто-то пользуется холодильником. Хранит в отделении для овощей и фруктов. То есть очень-очень по-разному все происходит. Если это квартира, кто-то хранит под ванной. Раньше хоронили, знаете, когда были двойные двери балконные. Вот между рамами-то хранили. То есть все выкручиваются как могут. Точно сказать, место вам никто не посоветует. Пока вы не попробуете разные способы хранения сами у себя в своих условиях. Часть моих бегоний будет зимовать в этих вот горшках. Тут мы с вами проверили. Клубни маленькие. Может быть, они и не все перезимуют. Но места у меня нет, чтобы их всех оставить. Просто так расти на подоконнике. Одни из них уже уснули полностью. Некоторые проявляют еще признаки жизни. Не отошли. Поэтому сейчас я полью только тех, кто уснул. И поливать буду совсем немножко. Чтобы только восстановить немножко влажность возле клубни. Чтобы он не сильно пересох. Вот этот пока поливать не буду. Этот отошел. Я его полью. Этот тоже. Через дней 5 проверю. Если подсохнет, полью еще разочек. А там буду смотреть уже по обстоятельствам. Ну, в общем, вот как-то так. Эти пока не поливаю, пока они не отойдут. Так что свои клубни мы уложили. Бегония заснула. Спать ей нужно 3 месяца. Через 3 месяца примерно с вами встретимся. И начнем будить свою бегонию. Но у меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь. До скорого. До скорого. Продолжение следует...